Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем пятую главу послания апостола Павла к римлянам. В этой главе, в первой части ее, апостол Павел говорит о примирении человека с Богом через Иисуса Христа. И главная тема, которая здесь обсуждается, это тема оправдания, примирения, и это все синоним спасения. И во второй части апостол Павел сравнивает Адама и нового Адама. То есть говорит о ветхом Адаме как прообразе Иисуса Христа. И прежде всего апостол Павел увещевает верующих стремиться к миру. Слово «мир» по-еврейски «шалом» не означает просто отсутствие войны или как расположение духа, как мы с вами говорим, худой мир лучше доброй ссоры. Нет. Мир, шалом – это величайший дар Бога, величайшее благо, полнота всех благ, всего, что может дать Бог, всех его благословений. И верующий – это тот, кто способен принять этот дар, его осознать, вместить. И в послании к Ефесинам апостол Павел говорит, что Иисус Христос и есть наш мир. Поэтому мир – это не просто отсутствие войны. Мир – это когда у христиан достаточной веры для того, чтобы ничего не делить между собой. Потому что Христос упраздняет все разделения, Он упраздняет водораздел, стену, которая разделяла своих и чужих, и ту стену, которая разделяла небо и землю. Поэтому по горизонтали, по вертикали христианам нечего делить. И вот это состояние мира, то пространство, в котором они принимают друг друга в единстве веры, – это есть Иисус Христос. Итак, вера состоит в принятии этого мира. И в той мире, в какой мы принимаем этот мир и становимся его носителями, мы приобретаем оправдание, праведность в глазах Бога. И та благодать, которую мы получаем от Бога, благодать мира, если мы в ней стоим и утверждаемся, если она становится основой нашего бытия, это превращается в новое бытие, жизнь человека оправданного. И этим и можно хвалиться, гордиться, превозноситься. И об этом апостол Павел скажет чуть позже. Итак, оправданные верою, мы примирились с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого по вере мы получили доступ к благодати, в которой стоим, и теперь мы хвалимся надеждой на славу Божию. Итак, будет три повода хвалиться, гордиться, чем может гордиться верующий человек. Во-первых, можно хвалиться надеждой. Надеждой на то, что к той вере, которую ты уже принял, ты получишь еще больше откровений, откровений славы Божией. Но не только этим, но хвалимся и страданиями, зная, что страдания приносят терпение. Терпение — стойкость, стойкость — надежду. А надежда не обманывает, потому что в наши сердца излита любовь Божия в Духе Святом, который нам дан. Мы опять в конце увидим слово «надежда». Тема надежды опять повторяется, но совершенно в другой тональности и в другом контексте. Сначала была надежда ожидания, предвкушения того, что будет откровение славы Божией, более полное откровение воскрешего Христа. Здесь возникает тема страданий. И речь идет не просто о каких-то муках, горе, несчастьях, которые выпадают на пользу человека, но прежде всего те страдания, которые выпадают на долю праведника. Праведник страдает, и для христиан, для верующих, эта мука, эти страдания являются знаком того, что приблизилась полнота времен, наступают последние времена. Именно поэтому страдает Христос, и Он принимает крестные муки. И именно поэтому Его ученики, апостолы и христиане, мученики всех времен, воспринимают свои страдания, свои муки за Христа, как рождение нового мира. Очень важная тема для древних христиан – те страдания, которые выпадают на долю христиан, как родовые схватки, потому что рождается новый мир. И он рождается в сердце человека, и мы оказываемся в эпицентре этих мук, этих страданий. Это знак того, что рождается новый мир, то есть знак надежды мы ожидаем. И эта надежда не обманывает. Это единственная надежда, которая никогда тебя не постыжает. Ты не почувствуешь себя обманутым. И как знак этой надежды, как подтверждение ей, та любовь, которая живет в сердце человека. Потому что любовь в данном случае не просто какие-то чувства, симпатии, романтики. Это действия Святого Духа. В этом пятом стихе апостол Павел ставит почти знак равенства между словом «любовь» и «дух святой». Действительно, Святой Дух – это и есть любовь Бога. Это одно из его имен. Те чувства, которые испытывает верующий человек, его надежда, его устремленность к Богу и к ближним, есть продолжение той силы, той любви, которой отец любит сына, сын любит отца. И вот эта же самая сила действует в сердце человека. И эта сила проливается в изобилии. Апостол Павел очень любит слова, которые выражают этот образ изобилия, потоков благодати. Это любовь, которая проливается изобильным в наши сердца. «Ибо когда мы были еще бессильны, за нас, нечестивых, в назначенный час умер Христос». В то время, когда мы были сами неспособны своими силами освободиться от греха, избавиться от своих недугов, смерти, грехов плоти, Христос это делает за нас в тот момент, в тот час, который был назначен Богом. Это был час смерти и воскресения Христа. «А ведь едва ли кто пойдет на смерть даже за праведников. Впрочем, быть может, кто и решится умереть за благодетеля. Но Бог свою любовь к нам являет в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И действительно, из чувства благодарности, может быть, по-человечески кто-то и готов отдать свою жизнь за своего благодетеля. «Быть может, очень редко, теоретически это возможно. Но за грешника, за нечестивого, за преступника кто же готов пожертвовать, кто же готов отдать свою жизнь. И высшая мера любви, на какую способен Бог, это та любовь, которая являет себя в том, что Христос отдает, дарит свою жизнь за грешных, за тех, как и мы, они были грешниками. «Тем более оправданные уже ныне ценой Его крови, мы будем спасены благодаря Ему от гнева». Здесь апостол Павел употребляет слова, заимствованные из храмового обихода. Слово «кровь» — это кровь жертвоприношений. Кровь — это знак той смерти и жизни, которую Христос отдает за грешных и одновременно знак Его воскресения. Кровь — это жизнь, пролитая ради жизни других людей. И слово «гнев», «чаша гнева» — это как чаша суда. Гнев — синоним страшного суда. Греческое слово «кризис» подчеркивает эту страшную реальность. И если Христос отдает за нас свою жизнь, проливает свою жертвенную кровь, как и кровь нового пасхального Агнца, тем более мы оправданы, и мы будем спасены Христом от суда Божия. Ведь нас, врагов, Бог примирил с Собою смертью Сына Своего. Тем более спасет Он нас, примиренных с жизнью Сына Своего. И здесь логика апостола Павла всегда удивительна. Проникнуть в ее сокровенные глубины очень трудно, но как только ты проникаешь хотя бы отчасти в глубину мысли апостола Павла, вдруг все становится на свои места. Здесь воникает образ смерти. Бог примирил нас с Собою смертью, но тем более жизнью Сына Своего Он нас спасет, уже примиренных. Но и это не все. Мы хвалимся еще и Богом, с Которым у нас ныне мир, благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Итак, верующий человек хвалится надеждой на славу Божию, хвалится страданиями, потому что в этих страданиях он видит знак того, что близок час Победы. И третье, чем можно хвалиться, гордиться, чему можно бесконечно радоваться, это святости и величию Бога, Который нас примирил с Собой через Своего Сына Иисуса Христа. Сам Бог становится предметом нашего восхваления, нашей гордости. И в следующей части этой главы апостол Павел рассуждает об Адаме и новом Адаме, Иисусе Христе. Прежде всего, здесь мы встречаем слова, которые затем легли в основу учения о первородном грехе. Апостол Павел не употребляет такого выражения, первородный грех, тем более нет богословия, первородного греха. Но последующие слова заставляют нас задуматься, а как мы понимаем грех, что для нас есть грех, что для нас есть смерть. И чаще всего мы грех понимаем как беззаконие. Действительно, грех — это некое преступление, когда человек переступает через недозволенное, через те границы, которые выставляет закон. Грех — это беззаконие, преступление. Смерть чаще всего — это биологическая смерть, мы умираем. И апостол Павел начинается с того, что мы действительно живем в ситуации, где миром царствует смерть, потому что человек смертен, и царствует грех, потому что человек не просто совершает преступление, но он в глубине своей не свободен от ошибок. Никто из нас не застрахован от ошибок. И поэтому понимание того, что смерть — это, прежде всего, биологическая смерть, и думать, что она есть наказание за совершенные преступления, за грех — это и есть учение о первородном грехе. Но апостол Павел имеет в виду не совсем это. Так вот, через одного человека в мир вошел грех, а через грех — смерть. И поскольку все стали грешными, смерть распространилась на всех людей. То есть грех был в мире и до закона. И хотя, когда нет закона, грех не ставится в вину, от Адама до Моисея смерть все-таки стала царствовать и над теми, кто не совершил греха, подобного преступлению Адама, а он — прообраз Адама будущего. Здесь апостол Павел констатирует реальность, в которой мы с вами живем сейчас. Кругом царствует смерть и царствует грех. Но не нужно думать, что виновником всему является Адам, потому что мы тоже привыкли к этой логике «Кто виноват?» Искать виноватых. И апостол Павел отводит от этой мысли, потому что Адам не является источником греха. Он лишь посредник, он лишь орудие греха, точно так же, как и мы. Никто из нас не является грехом. Каждый из нас лишь только орудие в руках того начала, которое порождает грех. Итак, источник греха не Адам, но слово «грех» является именем собственным. За этим стоит какая-то реальность и, может быть, даже персонифицированная реальность. И в книге «Премудрости» действительно, грех — это одно из имен сатаны. Говорится о том, что завистью сатаны грех вошел в мир. Итак, смерть — это непоследствие чьих-то преступлений. Смерть в данном случае — это второе имя греха. Два слова, которые обозначают одну и ту же реальность. Нам это очень трудно принять, потому что мы привыкли немножко к другой логике. Но иначе не объяснить, почему смерть царствует, начиная с Адама. И даже великие патриархи, великие святые умирали, хотя они не совершили никаких грехов. Они не совершали преступлений, потому что не было закона, и поэтому не было и такого понятия — грех. И эти великие патриархи, великие святые, они почти как синоним святости Бога, но и тем не менее они тоже умирали. И Авраам умер. Гораздо важнее мысль о том, что водами согрешили все. И здесь есть некоторые разночтения в древних рукописях. Дело в том, что в руках блаженного Августина оказался латинский перевод, который был выполнен на основе тех рукописей, где говорится о том, что грех распространился среди людей. В других переводах стоит слово «смерть», а не синонимы. Но поскольку слово «грех» нас направляет в какое-то морализаторское русло, это послужило отправной точкой для того учения, которое активно развивал блаженный Августин и который получил свое распространение на Западе о первородном грехе, который передается по наследству от человека к человеку, от Адама. И как часть человеческой природы грех передается как некая врожденная реальность, первородный грех. Но мысль апостола Павла идет немножко в другом ключе. Ему гораздо важнее Христос. И это очень важный урок для нас. Не начинать с чего-то отрицательного, не искать грех и не искать виноватых. Нужно исходить из воскресения Христа. Точка отсчета для нас, как и для апостола Павла, Христос. И точно так же, как в Адаме согрешили все, точно так же в Иисусе Христе, в новом Адаме, все будут искуплены, все получат прощение. Таким образом, Адам становится неким прототипом, прообразом Иисуса Христа. И в них есть черты сходства и черты различия. Различие лежит на поверхности. Через Адама в мир вошла смерть, вошел грех, он стал орудием, проводником некой вражеской силы. Христос — это тот, кто избавляет от этой власти, от этого господства, греха и смерти. И в этом их различие. Через Христа в мир проливается божественная благодать, которая нас исцеляет и освобождает от смерти. Но сходство еще более важно, потому что человек не может быть индивидуумом, как атом. Человек един со всем человечеством. И поэтому Адам — это не только первый человек, но это все человек. В нем заключена вся полнота человечества. Слово Адам — это не только собственное имя какого-то конкретного человека, господина, но это имя всего человечества. И точно так же Христос — это некое начало, принцип, глава, архе, по-гречески, спасение и благодати. В нем все обретают спасение. Иначе было бы невозможно ответить на вопрос, а как Христос может совершить спасение всех? И апостол Павел отвечает именно на этот вопрос. Вот так, как через Адама все погибли, через Иисуса Христа все получат оправдание и спасение. Апостол Павел очень часто употребляет слова, которые обозначают дар, дарование, харис, благодать. И это всегда некий бескорыстный и незаслуженный дар. Мы оправданы по благодатью, мы помилованы. Не потому, что есть какие-то статьи закона, которые нас могут оправдать. Нет. Закон упраздняется, и то оправдание, которое мы получаем, это чистый дар. Поэтому он говорит, но не таков дар благодати, как это преступление. Ведь если многие умерли из-за преступления одного человека, то тем более изобильной для многих стала благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа. И дар этот не таков, как что за одного согрешившего. Ведь за одно преступление суд и осуждение, а за многие преступления дар благодати и оправдания. Мысль апостола Павла музыкальная. Тут, может быть, не все логически выстраивается в одну цепочку. Это как аккорд, как некая симфония или как букет цветов, в котором мысли сочетаются очень причудливым образом. Но главный образ, который здесь возникает, это образ изобилия, образ благодати. И очень важно перейти вот в этот регистр, где преизобилует благодать. Не нужно искать преступников, виноватых, отцеживать грех, потому что это совершенно несоизмеримой реальности. Заодно преступление суд и осуждение, за многие преступления благодать и оправдание. Совершенно невероятный парадокс, целый поток даров, благодати. И эта мысль апостола Павла всегда вызывала очень странные и недоуменные отклики. Не все люди принимают такую освобождающую весть, потому что очень часто там, где проповедуют изобилие благодати, прощения, мы можем услышать упрек. Вы что, нам проповедуете все прощенчества? Может быть, вы нас подстрекаете к совершению греху? Не согрешишь, не покаешься? И апостолу Павлу тоже выдвигают такие обвинения, поэтому его мысль, она всегда внутренне содержит полемику с такими людьми, с такими унылыми умами, которые отцеживают грех, прощение, вместо того, чтобы принять некую полноту и преизобилие этой благодати. Так вот, как преступным делом одного всем людям осуждения, так и праведным делом одного всем людям оправдания и жизни. И эти две реальности совершенно несоизмеримые. Как ослушанием одного человека стали многие грешниками, так и послушанием одного многие станут праведниками. Здесь мы видим любимую тему апостола Павла, где противопоставляется послушание и непослушание, ослушание. Адам был непослушен. И все эти рассуждения апостола Павла раскрывают одну очень таинственную реальность, как грех вошел в мир, откуда в мире, который был сотворен благим Богом, как некое совершенное творение, как в этот мир проник грех, потому что он проник откуда-то извне, как нечто чуждое этому миру. И апостол Павел говорит о том, что грех вошел в мир через ослушание. В чем состоит это ослушание? Это означает, что слово Бога, которое было зиждительным словом и словом, которое творило реальность, словом, которое был подарок, благодать, вдруг через интерпретацию кого-то, как через испорченный телефон, вдруг обрело нечто совершенно другое. по своему звучанию. Слово благодати вдруг стало словом закона. Змей исказил слово Божие, и поэтому до Адама оно дошло искаженным, и поэтому Адам ослушался, потому что он не услышал того, что было в самом начале. Ты не вкусишь, это не означало, как некий запрет закона, как некое условие того, что ты будешь наказан. Это было, как некое слово благословения, но змея его исказил таким образом, что вместо послушания получилось ослушание. И Христос является спасителем всех, потому что он был именно послушан Отцу даже до смерти, и как Сын знает Отца, так и Он услышал и исполнил волю Бога. Закон же возник, чтобы возросло преступление. Действительно, мы с вами говорили на предыдущих встречах, что закон не исцеляет от греха, не избавляет от греха. Закон только как проявитель, он обнаруживает грех, он квалифицирует грех, и поэтому чем больше законов, тем будет больше преступлений. Но там, где возрос грех, безмерно, изобильно, и стала благодать, опять апостол Павел возвращает нас к правильной системе измерений. Как бы ни был безобразен грех, как бы он ни был в изобилии, но благодать преизобилует, ее всегда больше, несоизмеримо больше, безмерно больше. И вот как царствовал грех, приводя к смерти, так будет царствовать и благодать, приводя через праведность к жизни вечной, благодаря Иисусу Христу Господу нашему. Итак, грех и зло это та реальность, которая нас больше всего потрясает в этой жизни. Мы легко можем сказать о беспределе зла. Но апостол Павел направляет нашу мысль в другое русло. Тот беспредел зла, насилия, смерти, несправедливости, которые мы иногда видим вокруг себя и в своем сердце, он приглашает нас видеть как некий знак того, что именно здесь будет призавиловать благодать несоизмеренно больше, о чем апостол Павел более подробно скажет в последующих главах. На портале экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.